Парад звезд, заслуженных и народных артистов прошел под аккомпанемент Духового оркестра Державы в сопровождении прелестных девочек в дизайнерских нарядах. Мэтры кино и телевидения прибыли эффектно, речные трамвайчики доставили их прямо к звездной дорожке. Президент кинофестиваля Владимир Хатиненко прошел одним из первых. Братья Алексея и Сергей Тютина, известный телеведущий Дмитрий Хаустов, продолжили шествие. Участник театра «Квартет» и Камиль Ларин также поприветствовал публику. Мне понравилось, что солнце было все-таки, тем не менее, как только мы вступили на какие-то кораблики и поплыли по этому замечательному озеру или просто река Свияга, слава богу, я проверил, вы знаете свои местные звания или нет. Известный артист приехал вместе с актером и режиссером Ильей Ермолова. На кинофестивале они представят публике фильм «Маленький войн». Картина у нас семейная, семейная комедия, есть спорт, есть драматическая составляющая. Есть узнаваемая для всех нас коронавирусная история, небольшая, затрагиваемая тема. Торжественная церемония открытия прошла в Большом зале кинотеатра. Гостей и участников фестиваля поприветствовал глава региона. Это уникальный, самобытный творческий проект, который объединяет добрых, открытых, талантливых людей, всех, кто любит настоящее искусство и кому близки семейные ценности. Член жюри Дмитрий Хаустов сейчас преподает журналистику в МГУ, а 25 лет назад он был дядей Димой с программой «Спокойной ночи, малыши». Дмитрий взял с собой на фестиваль двух звезд телеэкрана. Зовут их Хрюша и Степаша. Сюда, на Ульяновскую землю, я привез тех самых кукол, которые работали в кадре с тетей Валей. Этим куклам уже больше 40 лет. Они фактически музейные. В первый день фестиваля один из гостей удостоился награды. Алексей Русских вручил народному артисту России Александру Филипенко гран-при губернатора Ульяновской области честь и достоинство. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Управда ТВ.